Это искусство в деталях, с вами Екатерина Славянская. Возвышенные мечты он воплощал в картинах в Краснодарском художественном музее имени Коваленко. Проходит выставка «Русский след в Гималаях» художника-альпиниста Сергея Дудко и его дочери Людмилы Александровой. Результатом экстремальных, высокогорных, живописных пленеров стали невероятные красоты работы. Букет вершин в исполнении художников притягивает взгляд и завораживает. В эти мгновения, кажется, время останавливается, а все бытовое перестает существовать. Настолько сильные впечатления оказывают эти творения. Какие-то зарисовки были, какие, наверное, фотографии использовались, несомненно, потому что вспомогательный материал самый сложный. Это все-таки переосмысленно было. И вот эти вот астральные вещи, которые выше нашего понимания, выше наших сил, потому что туда подняться, это как к нему приблизиться, конечно. Ей все возрасты покорны, точнее, подвластны. Актриса и режиссер молодежного театра Юлия Макарова готовится принимать поздравления с юбилеем. Ну а пока мы просто с ней пообщаемся. Юлечка, но заранее не поздравляют, поэтому давай просто я буду сегодня восхищаться, потому что у этого всегда есть почва. Я не понимаю, как тебе это удается и 14-летнюю девочку играть, и старушку, давай прямо говорить. Как это можно вообще? И это же не просто ты, да, там, поэтапно, а спектакли таким образом стоят, что у тебя вот такая вот синусоида, да, как это называется? Амплитуда. Амплитуда. Пульсирующая синусоида. Ну это же самое интересное, мне кажется, в нашей профессии. Я об этом, так скажем, ну не то, что мечтала, но мне это самое интересное, что может быть. Это искусство перевоплощения и овладеть им. Я не уверена, что я им овладела на 100%, и я хочу им продолжать овладевать. И когда-нибудь, возможно, к 150 годам, я вот, наконец, пойму, как это делать. А сейчас я ищу, как в том анекдоте, я в поиске и старушек, и дам среднего возраста, и девочек. Сусани, я вот не помню, Сусани из «Звезд светит на потолке» ей 14 или 15 лет, но вот, думаю, все-таки 15, я не буду сейчас. Годик прибавим, да? Слушай, ну это в рамках твоего персонажа, как раз в этом возрасте дети говорят, так, я уже взрослая, не надо, не 14, 15. Уже почти 15. Ну и тут это очень, это же психология, это связано с тем, как люди мыслят, чувствуют в разной возрастной категории, а потом мы идем всегда от характера. Бывают и старушки-веселушки ведут себя абсолютно как дети. Гораздо сложнее сыграть вот этот вот на полутонах момент, когда это уже... Вообще интересно играть не себя, но все равно в каждой роли искать. Ну вот за что зацепиться что-то очень близко? Для меня это тоже очень важно. Тогда она получается искренней, даже когда ты вообще не понимаешь за что, зачем, а как это сделать, чтобы убедить зрителя. Вот чтобы ты поверила, ну уж не знаю, как там восхитилась, мне это приятно слушать. Но поражение от победы ты сам не должен отличать, как учил нас великий Пастернак. Поэтому я считаю, что это вечный бой, покой нам только снится, этот поиск. Я хочу продолжать, и я, мне кажется, счастливый человек в этом плане, что режиссеры дают такую возможность мне пробовать себя в разных жанрах, в разных амплуа, в разновозрастных регистрах и ролях. Единственное, конечно, у меня еще пока вот в родном театре, например, не было ни одной там прям главной роли. Но зато Геннадий Валентинович Николаев, у которого был режиссер, такой у нас замечательный есть, у которого на днях был юбилей. Вот, пользуйтесь моментом поздравляем. И, короче говоря, вот он поставил с Анатолием Николаевичем скамейку, такой антрепризный спектакль. И вот у меня там, пожалуй, две масштабные роли в одном спектакле. Вот мы будем, кстати, в театре мой показывать 26 июня. Да, приглашай, приглашай. Я приглашаю. Ты еще не была на скамейке? Была уже. Была. Катя, вот какое счастье общаться с человеком, который был на всех твоих спектаклях. Я буду честна, не на всех. Ну, значит, все еще впереди, но на многих. Золотого петушка, его пунктик себе надо посмотреть. Еще нет? Вот нет, да. Ага. Так, что я к тебе пришла, вот петушка не видел. Это тоже для меня была интересная работа, проба. Я там очень много пою в этом спектакле. Пою живьем, но в микрофон. У нас замечательный звукорежиссер. Он так тонко выстраивает звук. И я стараюсь правильно петь хорошо, что многие думают, что это фонограмма вообще на самом деле. Он прямо во время спектакля, он меня ловит. И там идет и вокал, и страдание, и плач при читании, и баби. Ну, я не думаю, что это так. Ты придешь, потом посмотришь. Я вот сейчас прям хочу увидеть этот спектакль. Все. Нет, я не знаю, как. Когда? Каким образом? Мне и так уже много всего. Я понимаю, что это прям жирненький такой пунктик. Так, Кать, какой ты культурный журналист, если ты еще не была. А это вот не твоя вина, Катенька. Я думаю, это из ограничений. Мы вот надеемся, что ограничения как-нибудь снимут. И не 50% в маленьком зале молодежки будет, а 100%. У нас всего-то 100 человек помещается, а теперь сейчас только 50. Тогда, Екатерина Славянская, взываю ко всем, кому, к греческим богам, я не знаю. Кому может, чтобы ты попалка. Нам просто сейчас нужно быть аккуратнее всем, летний сезон. Поэтому я думаю, что самый правильный вариант – это беречься всем, беречь близких. Мы уже все привитые. Вот, прививаться, прививаться. Я сейчас после эфира бегу на вторую прививку уже. Вот, вот, все правильно. Юлечка, я хочу еще поговорить о твоем проекте, собственном. Персонажи говорят, как это все рождалось. Я так понимаю, что это такое период карантина. Да, вот ты, собственно, ответила на этот вопрос. Это родилось спонтанно. Причем, нет, это родилось, да, до периода карантина я уже начала экспериментировать. Это какой-то отклик такой пошел среди зрителей, там и тетя Женя. Вот, события, которые ушел в спектакль. И даже люди из других городов стали реагировать. Может, вы сделаете аккаунт от тети Жени из события. Вот, и она читала стихи, пела романсы, посвящала их своему мужу, дядю Полю. Вот, и поэтому как-то так родилось. А потом, когда уже действительно пандемия, а люди просят театр, театр, что-нибудь выкладывайте. Я говорю, ну, как вы себе представляете? Мы сидим на карантине дома, нас и так заставляют это делать. А когда сейчас уже возникла вот эта история, и все как бы... Это на самом деле для родственников, которые... А, так вот как, да? Да. Вот, кстати, да, вот еще мотив такой был. Мама, она далеко живет. Она не всегда может приехать на премьеру. Она тоже мечтает попасть на золотого петушка. Вот, все. Нас теперь двое. Да, и обещаю, родственники, которые живут, кто-то за границей, кто-то в других городах, он на Сахалин, нас все так зовут, мой дядя, самых честных правил. Вот, один дядя, другой на Украине. Говорит, ну, хоть что-то выкладываем, хоть будем знать, что ты там за артисткой, или ты так себе поигрываешь. Я говорю, ну, конечно, невозможно, что вам там сыграть, но какие-то кусочки буду выкладывать. И я рада, что это кому-нибудь нравится, кроме моих родственников. Судя по количеству просмотров, да, очень даже нравится. Ну, да. Юлечка, но я не могу тебя отпустить до тех пор, пока ты не споешь. Катенька, а вот давай-ка сделаем для тебя подарок. Ой, как здорово. Ты же хотела прямо сейчас, чтобы я тебе тут, золотого петушка, давай я тебе одну из колыбельных кусочек спою моей няньке Амелфьевой. Она поет царю Дадону. Он при ней только может успокоиться, уснуть, а играет его заслуженный артист Кубани Анатолий Николаевич Доробязко. Баю-баю засыпал, поле тихий ветер. Долго по небу летал, собирал столетия. Косыночка стелется над лугом зеленым. Пела песню матушка у реки студеной. Завернул за филиною теплым одеялом, Все крестами вышивала лиловым да алым. Собирай свои лета, с миру до понитки. Улетай, моя косынка, до старой калитки. Собирай свои лета, с миру до понитки. Да, Юлечка, хочется паузу держать после колыбельной. Твой голос – проводник к успокоению. Я тебе так скажу. Наверное, большая награда для режиссёров поющий артист. Не знаю, это надо у режиссёра спросить. У режиссёра мы не спросим, непременно. Скажи, пожалуйста, как ты переступила эту черту и стала режиссёром? Это моё первое образование. Вот так вот сложилось. И мне много чего дал Северский колледж культуры. И мой педагог, один из любимых педагогов, мой папка, такой творческий отец, Валерий Петрович Опец, у которого тоже, кстати, в этом году был юбилей, в апреле. Этот человек продолжает быть в моей жизни одним из таких... Проводников? Да, проводник, путеводная звезда. А, господи, музыкантов. Звук, на что мы настраиваем. Забыла слово. Хорошее. Камертон. Вот он камертон правды, какой-то искренности, в то же время безбашенности, проб, ошибок, авантюризма. И поэтому вот он много чему научил и возил нас в Петербург. Это ценные какие-то вещи. Он сам, он чего-то там нас не заставлял делать, он, мне кажется, сам из себя представлял систему Станиславского ходячего. Я очень благодарна своим педагогам, своим родным, безусловно, моей бабушке, голос от нее, поэтический дар, наверное, от мамы, от дедушки, где-то вот свойства характера. Вынуждено тебя прервать, но на это, я думаю, очень замечательной такой теплой ноте. И до встречи. До встречи. Конечно же. Спасибо огромное. Это была программа «Искусство в деталях». Оставайтесь с нами. Искусство в деталях «Искусство в деталях».